здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня вы подготовили к холодным копчению хвосты сама так вот хвосты сама самики не маленькие были хвосты остались делаем я часто делаю и по этому рецепту часто из хвосты сама дело вот решил поделиться с вами этим рецептом и конечно маленькие хвосты то там время засолки уменьшается и количество соли там сахар уменьшается я уже как бы их подготовил но еще не до конца эти плавники все обрезал все остается только вот тушка хвост сама сейчас готовим дальше берем этого сама и делаем надрезы по всему так сказать телу хвоста такие надрезики шириной миллиметров 5-7 вот так вот все надрезаем хребет не прорезаем также поступаю со второй стороны один мой знакомый почему-то вот это вот именно так приготовленного сама хвосты называет змеей почему змею змею такая ассоциация видать у него вот так вот он получается солик сейчас всех сомиков также подготовим и будем готовить подсолнечную смесь ну все сомиков подготовили сейчас будем готовить подсолнечную смесь так как я понимаю у меня 4 килограмма этих хвостов сомик здесь у меня 700 грамм соли крупной второй третий помол 150 грамм сахара вот на эти 700 грамм соли дальше берем перец черный здесь вот именно количество этой соли 0 смеси 10 грамм черного перца также 10 грамм белого перца досталкиваем их такой в средней фракции не прям в порошок а вот так чуть-чуть примерно так также все это отправляем посолочную смесь где-то 3-4-5 грамм гвоздики разотрём и туда же посолочную смесь дальше лавровый лист где-то лаврушек 5-6 просто разминаем их туда же и чеснок сушеный крупный ну резаный сушеный все это перемешиваем тщательно посолочная смесь готова берем сомика вернее хвост от него вот так раз вот так два со всех сторон обмакнули выбираем посолочную тару вот сколько соли взял сомик на себя соль и специи вот это все столько на нем и остается больше его не надо присыпать отправляем посолочную тару тут осталось чуть-чуть посолочной смеси сейчас будем солить следующую рыбку я тоже подсолю вот этой посолочной смеси если вам осталось буквально грамм сто сто пятьдесят ну и вот так вот хвостики будут солиться в холодильнике температура сошелки 24 градуса на одни сутки отправляем одни сутки они будут солиться также если солите сама для горячего копчения то так вот постоять при температуре ну 10 не больше 15 градусов 2-3 часа все потом лишнюю соль смываете маленько подвяливаете чуть-чуть вообще поверхностно что подсушилась и и можно делать горячего копчения сама и эти же хвосты прошли сотки как мы засолили хвосты сама сейчас берем все это ледяной водой промываем заливаем снова ледяной водой и оставляем на полчасика маленько вымочить чуть-чуть вот промыли и в ледяной воде 30 минут больше не надо вымачиваем чуть-чуть буквально ну и все как вымочили хвосты самове вешаем в швс на вялку вялиться они будут девять часов ну как девять часов больше конечно 9-3 часа она будет вялиться 3 час отдыхать 3 часа вялиться час отдыхать но в основном вялка будет идти именно обдов 9 часов температура вялки 20-25 градусов там еще он весят у меня куски сама и вот там еще рыбка висит сазанчики, балычки и так далее начинаем вялку а потом закоптим вот мы и подвялили хвосты сама вот именно они подвялины как раз сама то для копчения напоминаю вялились они 9 часов я имею в виду именно обдув шел 9 часов ну с отдыхом совсем конечно плюс отдых температура была в среднем 22 градуса ну все начинаем коптить ну все повесили хвосты сама коптить проверяем все расстояния чтобы нигде ничего не замыкало если будет идти замыкание на продукт то электростатическое поле у вас образовываться не будет и вы будете коптить просто так сказать традиционным копчением не быстрым а долгим так же проверяем работу электростатики если нигде ничего не замыкает то она у вас будет работать без проблем закрываем температура копчения 25 градусов ну максимум может до 30 у кого уже жарко можно до 30 именно вот эту рыбу до 30 градусов коптить холодным копчением включаем нагрев зольника пошел дым вернее включаем нагрев зольника закладываем дровишки пошел дымок наполнилась камера включаем холодное копчение и начинаем коптить ну все коптил я час именно коптил не учитывая рожига и пока дым выходил открываем вот еще дымок присутствует какая желтенькая все закоптилось сейчас повесим швс обдуем часика полтора два и будет просто повесить еще часов 6-8 и будем пробовать ну друзья хвостомая готов просоленный весь сейчас конечно же попробуем его на вкус жирненький вот такая вкусная аппетитная рыбка малосольная ароматная обалденная всем приятного аппетита и до скорой встречи стоя lasting взрослого этот не